БИЗ-ТИВИ Участники конференции искали пути противодействия распространению опасной идеологии в уязвимой молодежной среде. Исследования показывают, сегодня поведение и картина мира молодых людей, не обладающих достаточным жизненным опытом, часто формируются за счет информации из виртуального пространства, где молодежь проводит немало времени за общением в социальных сетях, блогах и форумах. Молодой человек, который имеет недостаточный уровень образования, который начинает поступательно получать информацию с одного Бога, он становится привязан к этой идее негативной и в дальнейшем может стать ярым последователем. Мы видим, как через интернет, а это как бы возможность общения с человеком напрямую, как бы без посредника у монитора сидит человек. Но больше это, конечно, молодые люди. И с той стороны некий подготовленный специалист, наверное, больше психолог, который лезет через общение в мозге человека. В третьем тысячелетии терроризм получил новую площадку не только для распространения своей идеологии, но и для проведения терактов – виртуальный мир. Интернет опасен не только пропагандой терроризма, но и возможностью электронных атак на объекты IT-инфраструктуры, топливно-энергетической или банковской системы нашей страны. Это терроризм нового формата. Здесь не используется взрывчатка, бомбы, оружие, а используются компьютерные коды, которые позволяют вывести из строя целые инфраструктуры, от которых пострадает большое количество граждан. Могут какие-то биологические заболевания появиться, эпидемии появиться, коллапсы, развал банковской системы, угроза безопасности государства с точки зрения отключения каких-то средств противоракетной обороны и так далее. Поэтому это современный терроризм, который крайне опасен сегодня. И, конечно, он по масштабам даже, может быть, не сопоставим с теми террористическими актами, которые даже в последнее время звучали, от которых гибло достаточно большое количество граждан, потому как по вине кибертеррористов могут пострадать целые города, поселки, а то и целые государства. Достаточно вспомнить недавние хакерские атаки на сайты Банка России и ряда крупных российских банков «Электронный джихад», ответственность за которые взяли на себя так называемые «кибермаджахеды». Поиск организаторов и заказчиков техатак, направленных на дестабилизацию банковской системы России, ведут компетентные органы. Однако нельзя сказать, что киберактивисты, причастные к подобным компьютерным преступлениям, всегда полностью сознают подоплеку своих действий. Нередко на компьютерную агрессию молодежь толкает искаженная картина мира, ложность толкования идеалов, навязанной им определенными силами. Есть и такая некая новая форма, назвали ее интернет-джихадом, что вот якобы они через интернет ведут эту борьбу. Там еще есть очень ряд разных направлений, кто-то пытается, конечно, грязно, это вообще не соответствует букве ислама. Формат общения через интернет – это новая форма, которая требует сегодня внимания. И если мы эту ситуацию упустим, то тогда в этом поле будут работать наши заклятые друзья. Все это указывает на необходимость контроля медийного пространства в России для того, чтобы противодействовать распространению экстремизма и угрозе терроризма, особенно компьютерного. Закрытие доступа к подозрительным сайтам и блогам и другие запрещающие меры уже активно применяются уполномоченными органами. Федеральная сетка – одно из общественной организаций, которые подписали соглашение о сотрудничестве с Роскомнадзором. И более 2,5 тысяч они подали обращение в Роскомнадзор за 2013 год. Причем стоит отметить, что 40% контента носили экстремистский характер. Однако есть и другое, более конструктивное направление – планомерная работа в интернете по информированию, просвещению граждан, пропаганда общественной солидарности с борьбой против терроризма. Такая профилактика распространения экстремизма среди молодого поколения – действенная мера, направленная в самый корень проблемы. Ведь это очень просто. Человеку нужна обратная связь. Поэтому люди и переписываются. А вот, скажем, здорового крыла собеседников с той стороны, которые могли бы разумительно, как бы, хорошо ответить, работать, вот их нету с другой стороны. Вот над этим нужно задуматься и как-то вместе нужно, как бы, здесь принимать меры. Та же Чеченская республика. Я знаю, что руководству республики удалось вовлечь специалистов, и они ведут работу в средствах массовой информации, в интернете, общаются с людьми и говорят, что есть очень позитивные изменения. Мы в Чечне принимаем, мы это сделали, мы с блогерами работаем. Мы специально создали группу, которая работает и переписывается с теми, кто вот, ребятами, которые задают вопросы. Ставить, конечно, нельзя. Это ошибка государства, если мы не будем работать. Почему, скажем, американские службы работают в этом, огромное, складываются средства в это, и они со своей молодежью работают. И обратите внимание, работая с этой молодежью, они делают все, чтобы, я как раньше сказал, я россиянин, я хочу гордиться страной своей. Он говорит, я американец, он гордится Америкой. А вот давайте мы возьмем с вами наших молодых людей. Кто такое скажет из 100%? Вот откуда, вот если мы это делать не будем, мы потеряем молодежь. Продолжение следует...